Всем привет на моем канале, с вами Тимофей. Но перед тем, как начать сегодняшнее видео, я бы хотел сразу вам сказать, что видео с макияжами скоро будет. Мы уже сняли одно видео с Юлей и также планируем на днях снять новую рубрику для канала. Там тоже будет макияж, поэтому не переживайте, скоро будет видео с макияжами. Как вы уже поняли по названию темы, сегодня я хотел бы вам рассказать про то, как я за короткий срок, так сказать, поднялся на работе. Мой опыт, поделиться с вами своим опытом. Также немножко рассказать про ситуацию с коронавирусом на данный момент у нас сейчас. И попутно я еще хочу нанести вот такую вот маску. Это черная маска с блестками. Ну, в общем, не знаю, насколько она вообще эффективна и, возможно, смысл у нее, точнее, смысла в ее использовании почти никакого нет. Ну, допустим, посмотрим. Сразу же сейчас быстренько ее нанесем, чтобы пока она сохла, я вам все рассказал. По поводу, сразу начну как раз-таки, наверное, с последней темы коронавируса. У нас на работе сказали, что если вдруг вы чувствуете, что вы заболели, неважно чем, то лучше на работу не приходить. Также сказали, что так как они не хотят никого увольнять, ни с кем прощаться, они уменьшаются в следующей неделе часы работы. Ну, я, по-моему, уже в одном из видео про это говорил. Потому что я боялся, что будет со мной, если вдруг меня сократят. Потому что один из нюансов вот этой ситуации с коронавирусом, секундочку, то, что сейчас почти невозможно устроиться на работу. Почти никто не проводит собеседований, опять же, из-за рисков заражения. И найти сейчас новую работу почти нереально. Платить-то за квартиру никто не отменял. Единственное, я слышал информацию, не знаю, насколько это правдивая информация, что, возможно, в этом месяце отменят оплату ренты квартиры. По-моему, то ли Трамп про это говорил. Но эта информация не точная, поэтому я не могу сказать, что это достоверная информация. Я даже еще не гуглил про это. И я не знаю, насколько реально такое возможно сделать. Но в плане того, что возможно и реально, опять же, учитывая, как это все будет дальше распространяться, но мне бы хотелось, чтобы в этом месяце не платить рент. Было бы круто. Ну, кстати, наносится маска довольно-таки прикольно. Так, и вот помимо того, что сейчас сложно найти работу в случае сокращения, я просто не знаю, что я буду делать, потому что найти работу я не смогу, за квартиру и заплатить я не смогу. И что идти на улицу, где еще больше шансов подхватить этот вирус, ну, такое себе удовольствие, девочки. А теперь переходим, наверное, давайте к основной части нашего вопроса. Устроился я на работу в черную пятницу. То есть, относительно недавно я работаю в этой компании. Когда я устраивался, мне поставили ставку 11 долларов в час, что является в Майами минимальной оплатой труда. То есть, минимум, за который вы можете работать в Майами, это 11 долларов в час. Не знаю, как в других штатах, в Нью-Йорке, по-моему, по-моему, 15 долларов минимальная оплата. И как бы, учитывая тот факт, что на тот период я был в отношениях, и мы жили вместе и платили за все вместе, я думал, что, типа, ну, мне, типа, нормально, мне хватает. Учитывая, опять же, что я там не вагоны разгружаю, в принципе, могу и за такую сумму поработать. Так, с масочкой мы закончили. Мне кажется, я таким слишком жирным слоем намазал, но не важно. Сразу отвечу на вопрос, почему такая разница между минимальной зарплатой в час в Нью-Йорке и во Флориде в Майами, потому что разные также и налоги. В Нью-Йорке, по-моему, около 30% с вашей зарплатой идет в налог. По-моему, но это не точная информация, но где-то около того. А во Флориде в Майами, я не знаю, во всей Флориде или конкретно только в Майами, у меня там около 10 или 11%-12% идет только в налог. То есть, поэтому и такая разница, и, по сути, обе минимальные ставки на то и выходят. В общем, когда меня устраивали, даже несмотря на то, что я был согласен на ту сумму в час, которую мне сказали, самую минимальную, я как бы знал, что они мне сами сказали, что в будущем, если вы покажете себя, ну, и ставка может вырасти. Я такой, ну, окей, мне, в принципе, сейчас достаточно и достаточно. И тут получается, что мы расстаемся с моим парнем. Буквально где-то, наверное, я там отработал пару месяцев. Да, и вот уже первый месяц я снял квартиру самостоятельно, потому что у меня какие-то были свои сбережения. Ой, девочки, а я, по-моему, не домазал. И вот я снял квартиру на сбережения, которые у меня были, и я, в принципе, думал, что, ну, наверное, мне будет хватать моей зарплаты наивной. В итоге, понимая, что мне дико не хватает зарплаты, я попросил на работе аванс. И перед тем, как просить аванс, я попросил повышение зарплаты в час конкретно. На что они меня спросили, а сколько бы вы хотели, Тимофей? Меня этот вопрос настолько в ступор вогнал, сколько вы хотите. Хочу, конечно, блин, я не знаю, 30 в час, но вы же мне столько не будете платить. И в конечном итоге я сказал, что я не знаю, единственное, что я хочу, чтобы мне хватало оплачивать ренту, билы, я не знаю, там еще, чтобы я мог купить себе покушать, чтобы у меня не стоял выбор. Как бы, знаете, моей зарплаты мне хватало оплачивать рент. Но у меня стоял вопрос, либо я в этом месяце кушаю, либо я оплачиваю билы. Ну, то есть электричество, интернет, там, и так далее, сотовую связь. И, в общем, я им сказал, что я хочу жить спокойно, чтобы мне на все это хватало. И еще, чтобы мне хватало денег, там, откладывать, совершать какие-то покупки. Допустим, чтобы я все-таки работаю на постоянной основе. Пять дней в неделю полностью посвящаю себя с этой работе. И я должен иметь право позволять себе какие-то покупки, потому что, ну, все-таки это работа, я же не в рабстве, там, не только живу ради того, чтобы оплачивать рент. И в конечном итоге они мне сказали, что, да, твой кейс был одобрен, и мы тебе повысили с 11 до 13. Я такой, вуху, радуемся. Это все произошло через три месяца, как я устроился. То есть мне уже повысили зарплату на 2 доллара в час, что, в принципе, звучит как бы несерьезно, но по факту в месяц это добавляет мне 400 баксов, которые уже можно тратить на что-то еще. И в целом я думал, что, типа, это будет достаточно. Но так как в тот период мне было недостаточно денег, я брал аванс, который в дальнейшем мне нужно им выплачивать, а аванс я брал 500 долларов, который мы разбили на 2 платежа. Информация эта сейчас не очень важна, на связи в том, что в последующие месяцы я уже получаю на 250 долларов меньше. И я понял, что мне особо вот этот 13 долларов в час не спасает. И у меня опять будет стоять выбор, допустим, вот сейчас, оплачивать либо электричество, либо покупать продукты. И в конечном итоге я написал буквально вот пару дней назад, до того, как нам дали вот эту памятку о коронавирусе, я написал на почту женщине с нашей работы, которая отвечала вот как раз за повышение заработных плат, неважно. И я и пишу, что суть в том, что сейчас я стою перед выбором просить снова аванс, потому что мне опять же не хватает денег. И как вы говорили в прошлый раз, что двери всегда открыты, мы всегда можем поднять этот топик снова и обсудить твою заработную плату. И я написал, что как раз-таки это я с новой хочу сделать. И тут я уже конкретно поставил им вопрос, что я не ожидаю каких-то огромных сумм, но давайте хотя бы сделаем 15. Если я буду иметь 15 долларов в час, у меня по крайней мере... Ну, то есть вот сейчас это я уже мысли вслух, это я и не рассказывал, но в плане с 15 в час у меня будет каждой две недели около 1000 долларов, 1100, где-то вот так. Но мне еще надо посмотреть, сколько у меня налог спишут, потому что чем выше зарплата, тем больше налог списывают. Ну, буквально там я через пару недель это все узнаю. А может и не узнаю, это все дальше я вам расскажу, потому что сейчас тоже появился небольшой нюанс. И вот, и я такой посчитал, что в принципе с первых двух недель я могу оплачивать уже спокойно за свое жилье, а со вторых двух недель я в принципе могу тратить деньги на биллы, тысячу вот эту, и спокойно на продукты, и даже откладывать на какие-то свои покупки, что вот в данный момент мне уже скоро надо будет делать, мне надо покупать новый MacBook, потому что мой уже постепенно умирает, и мне нужен новый MacBook. И на него надо откладывать, и желательно уже начинать откладывать сейчас, потому что я не хочу дожидаться того дня, когда у меня просто перестанет работать MacBook, и у меня не будет никаких других, так сказать, возможностей обрабатывать фотографии, видео на YouTube и так далее. И вот я вот самое главное вам забыл сказать, что после того, как я ей отправил вот это все, она мне написала, что она перенаправит все супервайзеру, который за мной, так сказать, надо мной властвует. Где-то день я ничего не спрашивал, то есть я был в ожидании, и где-то через дня два я уже сижу и понимаю, что, блин, время-то идет, мне надо что-то делать, денег мне в принципе не хватает. И я снова пишу ей письмо. Самое смешное, что она сидит буквально в нескольких шагах от меня, ну, то есть моя комната, я ее закрываю обычно, когда работаю, а она вот сидит буквально в нескольких шагах от меня, но мне почему-то так было стрёмно подходить и спрашивать. Но в конечном итоге я как бы решил, ладно, пофигу, отправлю ей имейл, имейл сделаю вид, что не хочу ее отвлекать лично. В этом имейле я ей написал, что мне нужно знать буквально уже на днях, потому что если ваш ответ негативный, мне нужно брать аванс. А так как я еще не доплатил до конца предыдущий аванс, я вообще не знаю, что я буду делать в следующем месяце. И это неправильная ситуация, когда я здесь работаю, выполняя работу, как и другой любой человек в нашей компании, и мне не хватает денег на жизнь. Это ненормально. И после этого, где-то буквально через минут 15, она постучала ко мне в дверь и сказала мне, Тимофей, мы подтвердили твой кейс, и следующая твоя зарплата, вот которая придет мне через неделю, она уже будет по 15 долларов в час. И это просто настолько мне подняло настроение. И плюс она мне еще сказала, мы легко тебе это все сделали, ну, в плане повысили тебе зарплату, потому что ты выполняешь работу свою хорошо, делаешь офигенный результат. Что я вам хочу сказать этим видео? Но это еще не конец. Если вы работаете, ну, я не знаю, мне кажется, это что в России, что в Америке, неважно, где вы работаете, но также попутно, если вы будете переезжать в Америку, если вы выполняете свою работу эффективно, и выполняете норму или выше нормы, ваш продукт качественный, неважно, где вы работаете, то не бойтесь, если вам не хватает денег, подходите спрашивать больше. Потому что вот сами видите, они не то, чтобы мне платили мало, они мне платили 11 в час, это минимальная зарплата. Как бы ее выходы для меня были, что типа я могу снимать комнату где-то, но я же не снимаю комнату, я снимаю однушку. И я ей сразу сказал, что я уже взрослый человек, я сейчас не в том состоянии, чтобы с незнакомыми людьми снимать комнату где-то и платить меньше. Я хочу жить в комфорте. И в этом плане никогда не бойтесь, если вы чувствуете, что вы работаете на качество, и вы оцениваете свою работу выше, никогда не бойтесь спрашивать большего. Потому что если вы действительно этого хотите, вы это получите. Но маленький нюанс. В этот же день, так как нам рассказали про коронавирус, нам сказали, что через неделю, что мы будем работать на час меньше, а так как у нас зарплата идет 2 раза в месяц каждые 2 недели, то есть каждую неделю мы будем получать на 10 часов меньше, и зарплата, исходя из этого, будет меньше. И вы только представьте, насколько я еще раз выдохнул, что мне в принципе 15 до 13 мне в принципе бы хватало в час. С 15 я уже как бы могу жить расслабленно. Учитывая, что на 10 часов будет меньше, у нас оклад будет чуть-чуть ниже. И если бы я был при своих 13 или 11, что еще более ужасно, я бы получал еще меньше. Поэтому спасибо космосу, энергии, что у меня в конечном итоге зарплата мне такая сейчас маленькая. И надеюсь, никаких сокращений на работе больше не будет. И спокойно доживу до окончания этой эпидемии. И надеюсь, что все будет хорошо у всех, у вас и у меня. Кстати, на фоне моя картина. Если вы не видели видео про мои картины, обязательно здесь прикрыплю подсказку, посмотрите. И также напишите, если вы хотите еще видеть видосы про мои картины, или же, допустим, видео, как я рисую, обязательно пишите в комментариях. В ближайшее время, если опять же вы захотите, я сниму на это видео. Маску сейчас я снимать это не буду, потому что не вижу смысла. Хочу с ней немножко еще походить. Может, в Инстаграм еще пофоткаюсь. Единственное, что могу сказать, что я думаю, результат у нее такой же, как от любой клейкой маски. Я думаю, тут больше просто за счет того, что она мерцающая, типа прикольно, глэм. Поэтому, ребятушки, если вам понравилось, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, и увидимся в следующих видео. С вами был Тимофей. Всем пока-пока. Будьте здоровы. Не, ну масочка, ребят, огонь. Космос, девочки, космос. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok